Своим имя Отца и Сына и Святого Духа. Лига Пророка Еремия, 8 глава, 20 стих. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Коротко. Тут нужно добавить то, что у нас как распределяется на четыре части. Зима, весна, лето, осень. Библия знает только два отрезка. Это лето и зима. Поэтому весну никак не указывают. Вот у нас как человек? Младенец, отрок, переходной возраст, юность, зрелый. Библия говорит только о двух возрастах. Отрок до 30 лет. Ну и дальше взрослый человек. Почему так? Знаете, почему никто не ответит? Бог знает. Шестой Вселенский Собор, 15 правило прямо говорит. Если в священнике он ставится, мужского рода, до 30 лет, да будет извержен. Не ждать, когда ему исполнится, а пока пускай где-то сидит в другом месте. Определенный счет, 30 лет. А когда пересчет идет, то он с 20 лет считается. И поэтому на эти вопросы ни один человек ответить не может. Бог никому не дает отчета. И в России после крещения с 1 марта начинался Новый год. Это так еще и в календарях сохранилось. А кто так сделал, что с января Петр первым называют? Иначе называют русский антихрист. Все перевернул. Какие ставил комедии против Христа просто явно. Ну, мы знаем, что вот так день разбивается на две стороны. 12-12. Библия об этом говорит. Итак, еще раз прочтем это место. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. А при чем тут спасены-то? Главное, что сохранил, завез на склады, удачно продал, все. Нет, речь идет о другом. Лето кончилось. И с чем мы предстанем? Мы должны тщательно исследовать, что будет на суде. А что будет на суде, Господь подсказал им. 25-я глава Евангелия от Матвея. И по порядку перечисляется. Делал? Не делал. Посетил? Не посетил. Ну, поем плачущие. Когда плакали в последний раз? Не о чем-то плакали. А о том, что пустыми руками являемся. А какие подарки? Большего подарка нет, чтобы через свою проповедь люди обратились. Сатана всех возбегет, родных, близких, болезни разные будет подсовывать. А ты идеи свидетельствуй. Раньше мы ходили здесь по 7 деревням и ни худо ни бедно. 30 тысяч Евангелий у нас ушло. Это огромная-огромная сумма для нашей маленькой какой-то деревушки. А потом уже, считай, мы прошли от Владивостока до Португалии, Скандинавия, Прибалтика. Это уже не игрушка. И Господь позволил, новые души обращаются по сегодняшний день, чтобы было посеяно. Только сегодня ночью два человека зашли. Я впервые на Мартыка зашел, моя жизнь изменилась. Стал читать и увидел, что можно жить по заповедям Божьим. А какие мы? Я могу сказать только, что не такие, как надо. Ну, смотрите, у нас в руках Библия. Новый Завет, 27 книг. Ветхий Завет с неканоническими книгами, 50, итого 77. Все ретики отбросили неканонических 11 книг. Семерка, божественная полнота, шестерка, человеческая, знак 666. Осталось 66, вот эта Библия и международная. Ну, можно маленько-то хотя вперед глянуть. Ни один апостол не говорил, подражайте мне, только Павел. Почему? Самомнения много. Гордания одолела, как сегодня говорят. Это посланник Пилипийцам, он говорит. И подражайте тем, в ком увидите то, что видите во мне. А ты, как я, подражаю Христу. Вот мы считаем в Новом Завете сколько по порядку. Якова послание, Петра 2, 3, Иоанна 3, 6, Иуда 7. Вот в четверо, только 7. У апостола Павла 14. А где остальные апостолы? Стало появляться Евангелие от Матпея. Церковь признала это выдумкой и выкинули. Тогда написали Евангелие 12 апостолов. Тоже было сброшено, нигде нет. То, что 4 есть Евангелие, никуда не шевелись. Книга Еноха, все подделка. Этот дьявол любыми путями вводит от истины. Мы сегодня в руках держим окончательный перевод русский. Я настаиваю на этом. Считайте Библию и знайте лучшего русского синодального перевода 1876 года. Не было и не будет. Я разговаривал с переводчиками, которых нет. Даже назову его. Как мы беседовали с Александром Менем. Природный еврей. Работает с еврейскими архивами. Ну и когда стали говорить, какие переводчики. Вот Хвольцин, Данил Абрамович Павский, Герасим Петрович Пирея. Вот его цалтыри, вот считаем где. Могут ли переводить сегодня так? Он даже от меня отшатнулся. Как можно такое говорить? Нет таких переводчиков на земле? Вообще нету. Это говорит еврей. И я в это поверил, и мне Господь крепко закрепил. Сколько новых переводов, не шатайтесь разумом. В каждом переводе, который делает вульгарности, говорит, по закрышку, и разные слова передергивает. Некоторые стихи выбрасывают. И вот мы говорим, лето кончилось. А мы не спасены. Вот если все это понять, и в смертный час, когда человеку Бог открывает, человек сказать уже не может. Он видит, уже ангелы пришли, или темные силы за ним. Он, когда его бабе шевелит, и глазами хлопает. Все кончилось. С пьесы, артисты сходят. Неверующих за гробом ни одного нет. Он только умер. Душа только отошла. И он сразу видит и огонь, и адский видит нечистую силу, которая тащит его. Все кончилось. Вот военные, какие бы они ни были, заказывают меня, там похоронить, ну где-то жена или кто-то, никак их сжигают. Почему кремация идет? Неволю умирающего надо выполнить. Как жука бы не наказывал? Не знал, куда спрятаться. Почему? Кроп вопиет. Подставили особые приборы, когда сгорает с гробом вместе-то, и показывает, как мертвая строка сразу заговорила с синусоидой. То есть чувствует. Так там труп. Все правильно. Это и неверующие говорят. А зачем? Ну, в урну, там в Кремлевскую стену, выдолбят, поставят. Тебе это надо? Святые умирали с благодарностью Богу. Так, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды. И поэтому гонители, все, которые гонят верующих, они сплетают золотой венец. И поэтому мы за них должны особенно молиться, постоянно, несмотря на самые недобрые поступки их. Потому что время кончилось. Мы не спасены. Давайте посмотрим, а как спастись? Где образец христианина? Матфея 24, 32 От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Знаете, что приходит лето. А кто такая смоковница? Израиль. В 70-м году, начало нашей эры, когда Иерусалим был разбит веспасианом, а схватку за обладение городом, его сын закончил, евреи были рассеяны. Разрушено все. Ни храма, ничего нет. Плугом прошли, солью засыпали, чтобы не росло ничего. За особые заслуги разрешалось человеку, допустим, в 5 лет раз за большие деньги с холма посмотреть на Иерусалим. Как они плакали. Я беседовал не раз с теми, кто был раскулаченный здесь, и которые там умирали в Нарыме. И сказали, вот такая-то там знакомая у меня, говорит. Ее дочь пришла, она была комсомолка, ей разрешили к родным туда приехать. Все бросили там эту каторжную работу, бежали к реке, она плыла сама. Ты хоть щепочку Ирина привезла с родины. Я беседовал в Америке с теми, кто оказались в этой оккупации, оказались после пленения в других странах. И говорят, русские, когда приезжают, они просят только с родины, хотя бы каплю земли привезите. Это тоска. Вот так человек, который теряет связь с Богом, он должен понимать, все потеряно. Какой бы ты ни был, сколько бы ты раз не отступал, зато он говорит, сколько раз спал, столько раз возвращайся. Итак, в душе зима. А что-то по-нашему, допустим, осень, понятно, плоды собираем, но это уже осень, предзимье. А зима, да не случится бегство вашей субботы и зимой. Зимой все, мертво, и душа такая же. А может ли Господь растопить слезами, милостыней, добрыми делами, спасенными душами? Псалтырь 64, 12. Как Давид это понимал? Венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук. Венчает. Лето благости это прощение. Сегодня еще идет лето благости Божьей. Человек, вот мы говорим, а он говорит, а я такой-то, как Павел, я людей убивал. Я был беспощадный, там, прокурор, когда он шел в Дамас. Господь знает. Вот земля у нас здесь, как проезжаешь, она немного белая, это саныщики. За нечестие живущих землю превращают в неплодородную. На саныщике можешь навозу туда таскать, метр наложить, он пробьется все равно. Но если не засеяно, и крапива растет бурно, распаши, там будет плодоносно. Так и человек. Если он, говорит, ни рыба, ни мясо был, не верующий, да никуда. Он и обратится такой же. А если был ревностный, даже неправильно где-то, там, спортом занимался, преподавал что-то, бывает, научный атеизм, обращаются. И из них ставит Господь руководством. Даже они не будут священство занимать, о чем говорил Сергий Строгородский. Господь избирает деятельных, чтобы мы не были сонные. У нас некоторые приходят в храмы здесь, только чтобы отдохнуть. Неделя прошла, отработали, по службу в открытую спят. Я уже сколько раз говорил. Вот у нас перед богослужением, в субботу, мы даем свободу, и в лагере везде. Днем нельзя ложиться, а тут можно. Отдохните. Чтобы мы пришли сюда не в курорт какой-то. Здесь большая работа должна быть. Что сегодня считалось? Вот выйдут люди, о чем они разговаривают? А ты скажи, что сегодня в Евангелии считалось? А что считалось из апостолских посланий? А как это-то ко мне относится? Лето благодати, это оно сегодня идет. Пока еще двери не закрыты. Смоковница, это Израиль рассеянный. И в 1948 году, это в ООН было зафиксировано, было образовано еврейское государство. Сегодня открывать кто его, никогда не догадаешься. Виталий Корочич, это главный редактор журнала Огонек, пишет. Гитлер, основатель Израиля. Какие тайны совершаются? Как с масонами договорились? И которые убрали евреев, оказывается, не всех уничтожали. Для некоторых и театры, и синагоги были там, в лагере открыты. Израиль появился на сцене. Меня больше всего удивляет, что у них-то другой язык стал. Попробуй сегодня украинца, научи говорить по-русски-то, не получится. А они на библейский язык перевели. Во всей стране. Я занимался языками много, мне абсолютно это непонятно. Как пожилого человека можно научить? Даже дай хлеба или пойди. Когда он знает с детства эти слова. А когда берут там иидиш, иудаизм, это же разное совершенно. Как сказать это? Рука Божия. И со всего мира стали евреи собираться. Многие не поехали, в Россию остались. Их не выпускали отсюда. Потом они поехали. Я знаю, у нас в общине был один. Ну и он, отец у него милиционер. Вот он, на нашей стороне улицы он был. И ушел. Ушел куда? Авеназер. Еврейская организация. Собирать еврея, пускай даже полукровки. Но взяли подписку, чтобы никому о Христе не говорили. Что тебе непонятно, зачем? Работать не хочет человек, а я пойду туда, платят хорошо. Я не уговариваю, надо на родину ехать. И сказали какие-то слова. О Христе не слово. Договор. Это люди, которые у нас были. Человек был членом нашей общины. Но не хотел работать. Дальше. Псалом 73, 17. Ты установил все пределы земли. Лето и зиму ты учредил. Значит, и лето, и зима, и какая погода. Бог усидел. Мы ничего не можем сделать. Вот мы сидим в лагере. Кухню большая сделали. Обедаем. Вдруг звонил. Челябинск. Помолитесь о нас. Что такое? Крышу раскрыли, и гроза идет. Я разве управляю? Ну, помолитесь. Друзья мои, знают, как было. Мы ложки положили, стали молиться. Вечером позвонили. Чудо-то какое было. Как будто кто накрыл город, а здесь солнце светит. Нас мы все сделали. Молитва ничего не значит. Значит, только благодать Божия. Если люди издали к тебе обращаются, Господь тебя не забыл. Спросите сами себя, когда в последний раз тебя просили, а конкретно чем-то молиться? Как батюшка, они говорят, что совсем не в моготу, что просить надо кого-то. Не наш батюшка, а другой. Да. Господь говорит, где двое или трое. Не один. Попросит, во имя мое получите. Дальше. Исайя 61-2. Как пророки понимали это? Мы входим в предзимье. Пророк Исайя 61-2. Перед Иеремией. Перед Иеремией. 61-2. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих. Вот для чего это нужно. Еще раз. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих. За этим день мщения. Это от Бога мщение. Я как-то сказал тут в интервью одном Украина. Что молиться о мире нельзя. Как напали на меня по сегодняшний день долго со всех концов. Почему? В 48-10 Иеремия прямо говорит. Проповед, кто дело Господне делает небрежно. И проковед, кто меч Господний удержит от крови. Почему? Вот они все это заразили. Крещения такого нету. Безбородая священца. Это все Украина западная привезла. А те от католиков набрались. Дело Господне. Крещение. Крещение. Почему подготовки нету? Есть где креститься в полном погружении? Ну, с улицы любой приходи. Все. Итак, сегодня нас Господь предупреждает. Будет день мщения. Поминает лето и день мщения. За все, что было. В ближнем разговоре, когда делали, я могу даже сказать, более всего, чего нужно бояться. Бояться – это страх Господень. Как бы не оригорчить Господа? А существуют какие-то дела? Существуют. Я и так, батюшка вчера говорил, пропыт вышел. Я махнул рукой. Не машет из алтаря. То ли забыл, или еще. Тут уже свои сказали. Гляжу, пошли. Да, покороче скажи. Ну, Господь сколько позволил. Кто не был, тем уже не узнает, какой темы пришлось коснуться. Дальше. Питча Соломона. Шесть, восемь, девять. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатую пищу свою. Так, впереди надо взять еще один стих. Нет у него ни начальника. Еще раньше. Я виноват. О коме что идет? Пойди к муравью, ленивец. Посмотри. Давай, дальше считай по порядку до восьмого, до девятого стиха. На действие его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатую пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего. Заметь как. Иди к муравью. У нас муравей всегда уничтожить его, прихлопнуть, убрать, выжечь. А примудренный Соломон не к своим причам, а к муравью. В мире, как муравей, вот такой слаженности есть. Где там в лесу бывает, они нападают, ни один зверь не устоит. Когда они потоком идут, никакие преграды из огня не могут его удержать. Ну и второе из всех насекомых, это пчела. Мы недавно разговаривали по этому. Ни один человек не может что-то придумать, чтобы вот такое насекомое было, такие рамки делало. Со спитков оказывается собирает, даже сказать, какой образ, это, срок жизни-то. А то, который зиму остается, те живут. А так, там 60 дней, а 20 тысяч, хотя бывает и до 80 тысяч. И любят все мед, и медведь, и муравей, все до одного. Итак, 20 глава, 4 стих, присты Соломона. Ленивец зимой не пашет, поищет летом, и нет ничего. Лето кончилось, а мы не спасены. Ты не скажешь, что столько-то у тебя. Бог ничего не спрашивает. Конкретно. Голоден был, накормил. Речь идет не о хлебе только. Ты знаешь, сколько людей, которые голодают. Вот мне пришлось вести много лет занятия во всех пяти отделах города Барнаула. Городское УВД и Краевое. Это сотни офицеров. И начальник, и даже генерал приезжал сюда. И он говорит, после ваших выступлений моя милиция себя тише стала вести. Ну, подделают, там, крутят, отнимают. Вот как. А думал такой, нет, конечно. Просто Господь побуждает. И они приезжали за мной, и на значенные дни в каждом отделе везде шла работа. И в прокуратуре. Если ты сидишь, никому не говоришь, я тебя не могу сдвинуть. Но то место, где ты бываешь, чем-то торгуешь, встречаешься. Ну, какие-то встречи есть. Бери Евангелие с собой. Разговор зашел, ты скажи, я все не могу сказать. Вот Евангелие. Тем более бесплатно. У кого нету, зайдите у меня. Я уже давал столько. Тут одни приехали на грузирование, и хрисоры прогнулись. То есть у нас большие связи. И все это бесплатно. Бесплатно это кто-то делает. Награду и тот получает. Дальше. 30 глава, 25 стих. Муравьи народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. И как просто. Вот когда перед дождем, они начинают отверстия закрывать. И намного раньше, чем синоптики скажут. Как они могут это знать? Им заложено. Вот есть болезни такие, из муравьиная кислота она такая. Она помогает. А уж про пщел говорить не надо. Укусы пщелы, пропорисы, разные, разные, разные. Я когда узнал, мама держала у нас пщел, 25 ульев, и работала на колхозной пасеке. Вот где мой мед покупаете? Его мать, этого Геннадия Павловича, Сеня Михайловна, она была старше, а моя мать помогала. И мы выросли, если где пщел. И знаем, что сильно помогает. Где-то простыл или что-то. Настоящий мед, конечно, не то, что дают им перегнатый сахар, они его, раба там еще нигде нет. Мама моя по базару пойдет, можно мед попробовать? Попробовала. А зачем ты продаешь сахар? То есть она сразу его определяла, что обман идет. Там, где вы берете на урывки, эти люди абсолютно честные. Его звать Геннадий. Где-то будете молиться, помолитесь. Он говорит, я считаю Евангелие, я никак не могу ни в чем войти. Ну, настолько он добрый. У него ни грамма нет обмана. Мед настоящий, лекарства. Ну, вы там бывали, видели, когда он здесь приезжает. Его по виду, видать, готовый христианин. Веры нет. Я уж в мои книги там пытался. Нет веры у меня. И жена-то у него, Галина, такая же, как он. Ему нужна помощь. Вот кто пользуется как-то, или так вспомните, включите им свой список. Геннадий, дай веру, Господи. Как он мучается без веры. И, считаем 2 Коринфянам, 6 глава. Апостол Павел показывает нам образец. Почему? У него 14 посланий. От благовестия. Мы нигде не встречаем, что от благовестия вернулся Иоанн. От благовестия Петр вернулся. Нет, Павел рассказывал до утра, когда и птичь из окна вывалился, со второго этажа. Вот у него непрерывно было. Каждая, допустим, Марк, это город Александрия. Ну да, вон там хозяин. Фома на Индию, а Павел, как на крыльях, облетал всю вселенную, говорит Златоуст. Вот нам образец. Считаем, 6 глава, 2 по 10 стих. Я буду временами останавливать. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Так, назовите день, когда вы обратились к Богу. Напишите дома. Не так, что я с бабушкой ходил в храм, потом встал. Нет. Я указываю 27 сентября 1962 года, в 17.00, город Венск, Латвийская республика, Карла Розенберга, 18.4. В этот день у меня полное перерождение было и крещение Духом Святым. Это огонь, который Бог разливает в костях, как о чем Иеремия говорит. Еще ничего не считал, а уже крышка поднята. Уже через 3 месяца я стоял за кафедрой и проповедовал. Это нельзя объяснить. Я могу только плакать, говорить. Позаботься об этом. Определи. Рождение свыше было. Водительство думал. Нет. Птицы слетаются к подобным себе. Я ни разу не видел, чтобы голуби были среди ястребов. Или среди ворон. Они разницы. Человек, который свое я не умертвил, первое, отвергнись себя, возьми крест, следуй за мной. Он всегда будет знаться с такими, которые не отверглись. Это Господь сказал об этом. Если кто следует за мной, не отвергся себя, не взял крест, не достоин меня. Не помогут ни милосты, ни что. Не достоин. Мне нужно не 9%, не 99%, Господь говорит, а всем умом, всем сердцем, всей душою, всей крепостью, чтобы возлюбили Бога. Это первая, наиважнейшая заповедь. А раз она первая, то нарушение ее и самое тяжелое. И как Господь говорит, имею против тебя то, что оставил первую любовь. А первой любви только один раз в откровении говорится. У тебя первая любовь была? Меня Бог спрашивает. Не я вас спрашиваю. А ты к себе обратись. Как вот до этого момента? Да я вот ходил так, ну и вот так привык, ну и я хожу, причащаюсь, не курит, не пьет. А обращений не было. Не было. Притом мне близкие люди, это говорят, которых я очень и очень хорошо знаю. И считают все нормально. Может когда-то было, он не заметил. Но рождение нельзя не заметить. Если оно было, значит было, а не было, я ничего не могу сказать. Кто не родился свыше, вы знаете, как 8-9 считаем кримином, кто Духа Христова не имеет, а Дух Святой тебе обязательно покажет, как поступать, с кем водить дружбу, куда дорожку тропить. И с первых веков в 20-е или наоборот. Хоть покажут тебе. Бывают искренне верующие люди другой веры. А ты в это-то знал? Ты знал, что у Бога есть учителя? Написано, во-первых, поставил апостолами, пророками, в-третьих, учителями. Ну я беседую с разными сектантами. Ну кто учителя? Он перечисляет апостолов. Мы апостолов уже записали, все, они стоят отдельно. Пророки. Кто учителя? Потерянный так. Ты никогда не считал. Это Киписян написано, к Евреям Павел пишет. Кто поставленный Богом быть учителями? В первом веке. Называйте. Он называет апостолов. То есть они не церковь. А мы называем сразу Игнатия Богоносец, который казнен. Дальше доходим Григорий Нийский. Григорий такой-то там чудотворец. И не просто чудотворец, а чудотворец. Не так, что оно риза у них. Видел, она как топорщина такая, как... Он на воду бросил, встал на нее и поплыла на... Ну наши наризы-то не утонули бы только. И как Господь открывает? Он говорит, когда меня поставили епископом, в этом городе 7 христиан было. А у нас сегодня больше здесь. 7. И когда ему пришлось уже переходить на другую капитру, видимо, там... Он говорит, в городе осталось только 7 неверующих. Ни один больше этого не мог сказать. Никто. Такие слова даже Анфимий Комедийский не говорил. Где мы прошли, там должен остаться след любви Божией. Меня обвиняют иногда. А вот экуменизм против. А на самом деле море кисеретиками. Где и как? Где? Нет. А вот я подошел к 7 евреев этому католическому и благословился. Был у Папы Римского. Они встретились по обоим, подарил книги. Франциску и Венедикту. Как? Считает, вообще наш. Я должен сказать аминь. А они со мной молятся, а не я с ними. Дальше. Они говорят, мы будем сейчас молиться. Я сразу вышел в коридор, повернулся на восток. Почему? А вы троицы не признаете. А где признают, я признал. Я отдельно стал молиться. Не молюсь с еретиками, я это легко докажу. Но еретики это люди. И сколько у нас их пришлось видеть. Легова, субботики, администрация седьмого дня, баптистов. Семьями приходили. Один раз пришлось проповедь говорить. Меня привели просто туда. Сейчас другая страна. И я только закончил, призпитер встал и говорит, у нас небольшая община, 450 человек. Мы все готовы сегодня принять православие. Женщина одна говорит так, почему детей крестить, то другое. Я говорю, дитё рождается во грехах. Откуда? 50 глава, седьмой стих, 50 салон. В беззаконии зачатие во грехе родила меня, мать моя. 14, 4. Ева говорит, кто родится чисто, мать нечисто. Точка. Не один, точка. Так я и ребёнка завтра пойду крестить. Баптистка, сидит в баптистском собрании. Встал и ребёнка, держит на руках. Людям надо открывать глаза. А ты думал, что там столько людей? Ничего я не думал и не знал. Вот пришлось вести мне однажды занятие в Академгородке. Это главный мозговой центр страны. И задать три вопроса, я говорил, один говорит, Библия на все не отвечает. А я с Библией была, она отвечает на все вопросы. Но главное, где ты будешь в вечности? Реши. А один встал и говорит, а я не согласен. А я говорю, если я отвечу на три вопроса на все, вы попросите прощения у людей? Конечно. Без вопросов. Но он задаёт. Первый вопрос я сразу ответил. А второй, где-то 14 мест Библии надо было переходить, чтобы ответить ему. Он согласился. Ну а третий, а пока лица, в толковании. Он встал и говорит, я виноват был. И к выходу. Я говорю, а весь зал, огромный зал, академики, профессора, там, доценты. Я говорю, а кто он такой? Так у него в руках Библия. Он к баптистам ходит. Профессор. Ему открыл Бог, я дальше не знаю. Я его никогда не видел. Потом мы должны Библию знать, говорят, от и до. Тем более, батюшка наш старается доставать, вот какое оно есть. Тут лежало другое. Тут наша свадьба была. Кому-то он подарил её. И опять достал такую же. Итак. 6, 22 глава, 10 стих. Второе коринфянам, 6, 2, 10. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Не завтра. Вот теперь. И каждому должен сказать, теперь. Вот сейчас, теперь. Я стою на вахте. Ну, ограда вот так. Слушай, а дальше так решётка идёт. Сторож. Идёт один человек. Здорово, борода. Добрый день. А видно, подвыпивший курит, и в руках бутылка. Стали говорить. Он папиросы выбросил. Я говорю, и пьянец, и сад, все можно не наследовать. 7 глава, там, 5, 1 коринфянам. Он бутылкой от ударил, по пасынку разлетелось. А у меня беда. Мы вот грабили, ходили. Милиция за нами гналась, и товарища застрелили. А он сейчас мощью является. Говорит, Валера, пойдём, опять грабит людей. Тебя же похоронили. Я ничего не могу сделать. Как мне избавиться? Избавить можно только Христос. Ты уже у сатаны на крючке сидишь. Ты можешь молитву одну запомнить? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Спотыкается. Давай ещё раз. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А который стучит. Так я его вижу в окно. Он подходит и стучит, зовёт. А теперь не оборачивайся. До дома иди, повторяй и молись. Эта молитва твоя сохранит тебя. И там нет, это дьявол тебя старается. Другая, едем. Люди-то не знают. Я хожу в церковь, похоронила, всё сделала как надо. Он ночью является, поразит меня, душит. Я не стал прям в трамвай говорить об этом. Он не является. Да я всё сделала как надо. Там и выпили. Всё как надо. Одна подаёт папироса. Он любил, как в Зайцербе-то. Папироса раздаёт, богатая, Казбек. Он любил. То есть люди совсем не знают ничего. Мы должны понять, вокруг нас зима. И мы должны быть свидетелями Иисуса Христа. Свидетели Иоговы не кто-то мы, наш Бог Иогова. Слово Иогова в оригинале встречается в Библии более 7 тысяч раз. А в нашей Библии только 8 раз. А то, а что вы вспоминаете? Я обязан вспоминать. Потому что Господь, когда Моисей говорит, меня спросят, а как имя этому Богу? А Бог говорит, скажи, сущий. Сколько их Иогова. Когда мы говорим, отче наш, сущий на небесах, стоит слово Иогова. И дальше. Мы никому ни в чём не полагаем при пекании. То есть соблазна не подавать. Где-то маленько выпил, а потом, я не знаю, не помню, никак в руки не берите. Все эти брашки, кощашки, всё это выкиньте у кого есть. И не приближайтесь ни к пиву, ни к чему. Ни к граммам. Чтобы не было поритяемо служение. Служение Божие. Вот это главное. А когда тебя будут упрекать. Вот у нас был здесь случай страшный. Когда человек впал в смертельный грех. И сейчас он лютует. Просто на меня нападает везде. В блуд. При любодеянии. Я сказал, по еврейским законам, по законам мусульман, он должен был умереть. Ну, у нас другой закон. И ничего уже не сделать. Никак. То есть совершенно совесть потеряна, сожженная. Он не понимает, что делает. Дальше. Нападать на причастие, на священное. Ну, всё кулись. Всё, что есть святого. Но во всём являем себя, как служители Божьи, в великом терпении. В бедствиях. Терпение. Даже дальше. В бедствиях. В нуждах. В тесных обстоятельствах. Под ударами в темницах. В изгнаниях. В трудах. В бдениях. В постах. В бдениях. В бдениях. В бодрстве. Не спать. Павел говорит, учил в день и ночь со слезами. Три с половиной года. Он что, плаксы какой-то был слабохарактерный? А когда ты понимаешь, что человек погибает. Ну, родственники умирают. Никто не осудит тебя. А это большее родство духовное. И человек отпал. Как можно успокоиться на этом? Дальше. В чистоте. В чистоте. Ну, это понятно, что чистота духовная. И здесь без Бога никак человек не обойдется. И оно мысли где-то. И всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, не прикасался даже. Уже прелюбодействовал в сердце. И поэтому наша молитва, она неслышимая может быть. Особенно показано нееме. Он находится в плену. Царю тамошнему подает вина черпи. Это особо доверенное лицо, потому что могут отравить. И вот он долго молился. Это, считаем, первая, вторая глава. И я стоял, говорит, подавал вино. Император посмотрел тамошний. У тебя лицо печальное? Ты болел? Нет. Я сильно испугался. Если Сталин увидел, что глаза у человека где-то лишний раз мордули, разузнать, что есть. И человек исчезал. И я, говорит, сильно испугался. И когда стал говорить, говорит, как мне не быть печальным. Народ мой страну потерял. Храма нету. И мы здесь. И дальше мы знаем, разворачивается картина. Сад дает им, назначает там пенсии, или как сказать, воинов охраняет. Воинов не надо. Нас Господь охранять будет. Чтоб другие народы не сказали, что мы без этого не можем обойтись. Мы не пойдем в эти органы. Не будем в суд подавать. Ничего на вас. Вы с нами поступали как? И вот это надо все на сегодняшний день перенести. Почему? Первым коринцем, 10 глава, 6-11 стих. Настаивая на этом. Перечисляет отрицательные герои. И говорит, это были образы для нас, достигших последних веков. Чтоб мы не были походливы на злое, как они были и погибли. Это образы. И дальше. Благоразумие. Благоразумие слово. Разберите, что такое благоразумие. В любом вопросе надо благоразумно рассудить. А если я скажу, результат такой. А если вот так. Не трудно же. На бумаге напиши. Благоразумно поступить. Благоразумно по разному. Надо смотреть в будущее. Что из этого дальше получится. И дальше. Великодушие. Великодушие. И прощать уже там невозможно все. А великодушие. Прости. Прости. Потому что она Бога больше просил. Прости и нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. В благости. В благости это доброта. Она неистребима у христиан. И он сразу увидит. Будет говорить. А вы как? Ну я испытал в своей жизни. Работают женщины и на второй этаж носилки носят раствор. И когда приехала комиссия все, что-то там свои дела делать. Я подошел и сказал. Ну у вас и ванки скрезы. Их сразу один сказать. Ну и стали говорить. Я сослался на труды других людей. Александр Исаевич сослал жениться. О чем говорит. Везде подъемники. А у нас на женском хребте. И что она делает? Ну вот. Мы же не знаем, где нам сгодиться. Благость, доброта должна быть не по отношению только себя и родных, но и ко всем. А вот такое-то. Вашему врагу сделали то. Не по раме все. Богу это не угодно. И он может по-другому сделать. Ты каждый день молись за врагов. И не просто молись, а полюби. О, как это непросто. Просто помолиться бы. Ну, в записке написал и сказал. Нет, помни. Мы все ходим по небу. Перед Богом. И этого человека Бог допустил, чтобы он портил тебя, чтобы спрести тебе виноват. Поблагодари Бога. И не порадуйся несчастью Его. Дальше. В Духе Святом. Как? В Духе Святом. Ну, это по-другому никак. В нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды, в правой и левой руке. Вот, ты одной рукой не будешь держать слово Божье на двух руках. Оно открытое, значит. Запомните, это левое и правое. Дальше. В чести и бесчестии. То есть, когда варят, в другой раз, когда поносят. В чести и бесчестии. При порицаниях и похвалах. При порицаниях и похвалах. А что труднее вынести? Вот если вопрос, говорит. Огонь и воды и медные трубы. Труднее всего медные трубы. Когда хвалят. Человек тогда распускается и думает, так оно все и будет. А вчерашний, который к полу распускал, он делает со врагом. Вчера ноги умывал, а сегодня он самый ярый враг тебе будет. И ты помни это. Вот заметь, какие Павел перечисляет. Ни один апостол не делает этого. Почему? Вопрос этот мы тоже можем поставить. Почему? От остальных нет ни одного послания. Может, они и были. Но факт тот, что он был проповедник, обретающий вселенную, по слову Златоуса. Ну, поставьте себе, ты молод, ты сколько еще можешь сделать? Поставь себе в расписание. Вот столько-то я должен здесь-то, там-то где-то проповедовать. Узнал какие-то собрания. И тут бывают выборы, а ты не идешь. И там свидетельствует. То есть, надо как-то себя по-другому поставить. А тут некому. Ну, тут некому. А ну, за огородом езди. Ты где-то, поле, а там, бывает, рядом пришли, какие-то рядом люди. Вот я даже на склад заезжал, а там лежу, две или три машины стоят. Ну, я хотел бы подойти, но кто, я думаю, испортит ваше положение, где склад там есть. Много на ликовых машинах, что они там делают? Сколько там разгружали машины? Он разгружал машину, и они все там стоят, что-то между собой говорят. Эх, поговорить бы с ними. Ну, я на чужой территории. И дальше. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Они почитают, они другим распространяют. Почему они этого даже не знают? Я могу сказать, что нападок на президента, на патриарха, в несколько раз меньше, чем на меня одного. Речь идет о тысячах. А то минимум 30 тысяч человек в черный список теперь занесено. А то минимум. Примерно 260 роликов против меня, фильмов составлено. А что они делают? Венец плетут. И хоть одно слово правды нету, ничего. Они не знают, не встречались, и деньги платят за это. А почему? Полюби Божие, Бог тебя любит. А если тебя никто не трогает, то, значит, в духовном плане ты никому и не нужен. Ты сам хорошо подумай. И одно слово скажешь человеку. Вот уже ищет, а я не такой. Не дослушал до конца. Вот Амбросий, вы знаете, Юрасов. Он где-то здесь, не знаю, Сруцовская или Сбийская был. Прямо в нашей землях. Он неоднократно приезжал. Архимандрит Ивановский. И вот он говорит, мы искусственно людей привещаем к этому. Вот сегодня, говорит, вот сегодня ты будешь у нас отвечать. Прямо она не ожидала этого. Монахиня. Монахиня там и назвала по имени. Ну-ка, иди сюда. И дальше он начинает ее. Она говорит, во сне не видала, что говорит. Она плащет. Он, что? Думаешь, на суд Божий предстать? А другие, говорит, опыт берут. То есть, она невиновна. Вы как? Я считаю, этого не надо делать. У нас настоящих хватает грехов. Но он говорил, что у них вот так поступают. Чтобы человека испытать. Ну, человек же себя испытает. Вот один из примеров, который хороший царь. Представьте, был бы царь Иван Грозный или Петр Первый. Они бы революцию допустили. До 2000 лет декабристов вздернул, говорит. И 200 лет революции никто бы не помянул. А они все старались как. То есть, руководители были никудышные. И самый лучший никудышный царь Николай Второй. А по вере был самый хороший. И он, конечно, мы ему молимся. И вот здесь мы считаем еще дальше. Мы неизвестны, но нас узнают. Да. Узнаете еще по проповеди. По делам узнают. Доброе или худое. Еще. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Кажется, считали умершим. Умершим. А вот ничего не говоришь, не проповедуешь. Ничего не нет. Духовном плане это мертвый человек. Ты никогда не смотришь, что сказали. А только одно, соответствует это или нет. И сразу начинать исправляться. Он рискует, тот человек тебя потерять. А может наоборот стараться, оттолкнуть. Тут работать должна у тебя голова. А тут у нас что уже, после 60-ти? Ничего и нет. Начнешь говорить. А я не знаю, у меня там перечисляют болезни на мозги. Ну, ты как-то постарайся хоть что-то запомнить. Записки какие-то клади, золотые слова, говорит, тебе такие стихи выписывай. У меня знакомый брат тут стоит, он делает. Все. Заламинировал себе, чтобы не стереть. Раз, секундное дело. Все, заговорила душа. Дальше. Нас наказывают, но мы не умираем. Ну, не каждому это достается. Нас наказывают. Мы не умираем. Я вспоминаю, как они меня пытали. Как было. Подтягивают. Надувают тело, ноги. Я не знаю, вот такие вот надувают. Такие банки с раствором в тебя вливают. И сидит, радоваясь, спришь в руке. Будешь веровать? Еще один укол. Я только об одном ответил. Только разом. Не отними, Господи, не отними. И из этого учреждения я помаленьку приспособился выбрасывать записки. Тринадцатая дошла до дому. А отец приехал и говорит войны. И они отдали. Но напоследок еще дали мне такой укол. Сказали, вы его привезете там недели через две. У меня внутри огонь пылал. Я вот вынесут бетончик с молоком. А там шуга, она стала разводить, лед. Попробуй попей. Два глотка хватит, чтобы закашивать. Я только этим занимал. Приходят, разобьют, глотают, маленечко нет. Если бы хоть грамм выпил алкоголя, все кончилось бы. Но постепенно организм молодой, перемолол, все перебыл. Я вот перед вами живой. Так это не сегодня, а почти три года назад было. Они все рассчитали. Указания не было дано убить, но переломить. И дальше. Нас огорчают, но мы всегда радуемся. Вот когда считают, считают мертвыми, а мы живы. То есть, вопреки то, что они говорят, мы не такие, мы не такие, мы не такие. Павел говорит. Мы, он говорит за всех, за пасху свою. И когда услышал, что если век в общине грех, которого даже у язычников нету, он только слово сказал, они его сразу вышвырнули. Теперь он плачет, просит, они не под каким видом. Теперь Павел заспал. Ну уже все, покаялся. Ну примите его. Ну видите, душа истаивает. Это уже во втором послании к Каримфинам он говорит далее. Мы нищену многих обогащаем. О, ну что-то никак. А теперь как ты обогатишь? Ни одного, ни двух, а многих. Чем ты можешь обогатить? Ты можешь участвовать. Я вам могу сказать. Вот у нас к изданию готовится, переиздание к книжному православию. Трехтомник Нового Завета. Переиздали мы третий раз. Все трудно со средствами. Ты можешь вложиться, получить такие, сколько книг. И дальше, если у тебя средства есть, дальше подарить. Нам сообщает, священник один слышать не хотел. Прочитал, стал, начал проповедовать. Вот священник один. Вы знаете, такой самый. Больше всего у него выступает. От Андрея Кочев. Где-то. Ну я послал книги, ему кое-как смогили передать. Говорит о Библии как будто в руках. Он выходит с Библии в руках. Настолько было удивительно. У него журналист берет интервью, он сидит дома и показывает наши книги на первом месте. Видно, что считало его коснулось. Я, знаете, о ком говорю. И он ни один, ни два раза с Библии уже выходил. Хотя, когда он только появился, я даже в слух сказал, рано или поздно он должен на меня кинуться. Ну, Бог миловал. И дальше. Мы ничего не имеем, но все мы обладаем. Ну все мы обладаем. Чем мы обладаем-то? Вот какой я есть такой и вернусь домой. А мысленно мы к каждому человеку можем подойти. Я пошел к представительству президента Российской Федерации в Барнауле. Я сказал, вот у меня есть Владимира Владимировича послать. А вы сами пошлите. Я насчитал, насчитанную Библию, архипелагулах, и я ему послал эти диски. Это шли или нет. Но вскоре он говорит, когда летишь в самолете, ну можно послушать. Я по нему или подумал, а может быть и в самом деле наш труд попал к нему. Да благословит нас Господь. Это лето благости завершить победно. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.